Добрый вечер. Сегодня в Астане стартовал четвертый форум машиностроителей Казахстана. В нем принимают участие делегаты из более чем 25 стран мира, которые представляют крупнейшие отечественные зарубежные компании. На сессиях форума эксперты обсуждают развитие машиностроения в железнодорожной, оборонной промышленности, загорнорудной, нефтегазовой отраслях. Но все же особое внимание уделяется автомобилестроению. На какой стадии своего развития находится отечественный автопром? Как показала себя акция по льготному кредитованию автомобилей отечественной сборки и каковы перспективы казахстанского автомобилестроения? Об этом и многом другом мы говорим сегодня с одним из участников форума, с председателем правления союза КАЗ Автопром Олегом Алферным. Добро пожаловать в нашу студию. Вечер, добрый. И в первую очередь давайте поговорим, начнем разговор вот с этого. В Казахстане КАЗ, вернее отечественная автопром у нас существует сегодня? Можем ли мы уже с полной уверенностью говорить, что это наша автомобильная промышленность? Сегодня в стране действует 5 площадок, выпускающих грузовую технику, автобусную технику, легковые автомобили, 15 брендов, наиболее известных и востребованных в мире главным образом. И сегодня без малого сотня моделей легковых автомобилей доступно рядовому казахстанскому потребителю. И если учитывать тот факт, что эта отрасль возникла в структуре казахстанской экономики 12 лет назад, успехи достаточно внушительные. Почему я этот вопрос задал и почему мы начали с вами беседу именно с него? Многие утверждают, что собранный автомобиль это непроизведенный автомобиль. То есть разница в этом? Казахстанская сборка или казахстанского производства все же автомобиль? Это справедливый упрек, но практика глобального автопрома мирового показывает, что более 60% всех выпускаемых автомобилей выпускаются именно на автосборочных предприятиях, а не на головных заводах мировых автоконцернов. Это глобальная тенденция, которая наметилась еще в середине 20 века. Приближение производителя к локальным рынкам сбыта. Это конечно экономический интерес. Да, разумеется, поскольку логистически это более целесообразная модель работы крупного автопроизводителя. Иметь партнера на месте, на рынке сбыта. И это позволяет той стране, которая еще вчера в принципе не владела в своем портфеле, портфеле обрабатывающей промышленности такой отрасли, как автопром, планомерно двигаться от крупноузловой сборки к операциям по сварке и окраске кузова, а затем налаживать производство автокомпонентов. И уже на следующем этапе задумываться о том, чтобы переходить к собственным научно-исследовательским и опытно-конструкторским. Это возможно? То есть мы к этому идем целесообразно? Уместно будет задать этот вопрос, как только мы преодолеем предшествующие три этапа, названные мной. Ну вот на сегодняшний день мы собираем и окрашиваем. Да, именно так. Производим ли мы компоненты? Что касается компонентов, на сегодня мы можем говорить о выпуске аккумуляторных батарей прежде всего и о проекте создания технопарка по выпуску автокомпонентов, который сегодня при поддержке государства реализуется на площадке Азия Автоказахстан в Усть-Каменогорске. Хорошо, к этому вопросу по производству компонентов мы еще с вами вернемся. Вы сами заговорили о поддержке государства. Насколько я понимаю, 11 триллионов в свое время транш был выделен как раз таки казахстанскому автопрому в целом, для того, чтобы через льготное кредитование могли казахстанцы покупать автомобиль. Как показала себя эта акция, скажите, пожалуйста? Ну, краткая предыстория. Как вы знаете, 2014-2015 годы, помимо ослабления национальной валюты на фоне этих событий, также радикально снизили доступность кредитов для обычных казахстанцев. Казахстанцев, да. И это коснулось, собственно говоря, и автомобильного рынка в полной мере. Поэтому даже не вопрос платежеспособного спроса, а доступность, возможность приобретения автомобилей в кредит сыграли злую шутку с казахстанским автомобильным рынком, который сократился многократно за последние три года. Ну, как сегодня говорил министр, да, Касымбек, о том, что несмотря на то, что производство, вернее, спрос падает, у нас производство остается на таком же уровне. Смотрите, если мы говорим о свежайших данных, о текущем состоянии здоровья казахстанского автопрома, то на протяжении последних трех месяцев мы наблюдаем устойчивую восстановительную динамику. И более того, если взять результаты августа, то выпуск автомобилей в республике по итогам минувшего месяца, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос в четыре раза, что, в общем, неплохо. Если учесть, что спад в автопроизводстве, собственно говоря, продолжается далеко не первый месяц 2015 года. И программа льготных автокредитов, о которой вы говорите, она, собственно, внесла существенную лепту как раз в эту восстановительную динамику. Сегодня до 50% всех реализуемых автомобилей отечественной сборки реализуется как раз с привлечением льготных автокредитов. Поскольку это уникальная с точки зрения доступности возможность покупки автомобиля. Вы переплачиваете, будучи покупателем автомобиля отечественной сборки, не более чем 7% годовых. При этом выигрыши оказываются все. С одной стороны, автопроизводители, им обеспечена загрузка конвейера, что обеспечивает мультипликативные... Автодилеры, банки, ну и в первую очередь, конечно, сам потребитель. Банки получают дополнительную ликвидность, да, дефицит которой является традиционной их ахиллесовой пятой. И государство. Государство получает гарантированный доход в размере 4% годовых. А это внушительная сумма, если учесть, что на реализацию этой программы выделено в сумме двумя траншами 26 миллиардов тенге. 11 и 15. Да, совершенно верно. И важно подчеркнуть, что в отличие от подобной практики на других рынках, в том числе в Российской Федерации, к примеру, речь идет не о субсидировании, не о безвозвратном финансировании, а о кредитовании. То есть это возвратные средства, которые работают на всю экономику. Но в другой стране, государство тут еще получает не сколько стабильный доход, но еще и получает в первую очередь поддержку отечественного автопрома. Вы понимаете, дело в чем. Автопром это отрасль с наиболее высоким мультипликативным эффектом. Именно поэтому такого рода программы стимуляции потребительского спроса на приобретение автомобилей отечественного производства это золотой стандарт во всех развитых и развивающихся экономиках, которые пытаются запустить маховик экономического роста в ситуации, когда экономика находится на спаде или темпы ее роста недостаточно велики. Дальше как быть? Государство еще готово стимулировать развитие Казавтопрома именно подобными траншами? Если говорить о льготных автокредитах, мы прежде всего должны сказать, что спрос со стороны казахстанцев на этот продукт финансовый, он, конечно же, многократно превышает текущие возможности программы. И дополнительное ее финансирование решило бы насущную проблему личной мобильности, индивидуальной мобильности в масштабах девятой с точки зрения площади страны мира. Говорили об этом сегодня на форуме? Безусловно, да. Есть понимание? Да, поскольку, как уже было сказано, эта программа, она приносит гарантированный доход национальному фонду. Это важно. И эта ситуация win-win, все, собственно говоря, выигрыши. Олег, скажите, пожалуйста, вот вы говорили о том, что порядка 10 брендов сегодня собирается. Более полутора десятков. Даже более 15. А скажите, пожалуйста, по сравнению с, скажем, с той соседней Россией, сколько там собирается, сколько у нас? Конечно, в разы больше. Насколько тяжело сегодня, скажем, какому-нибудь серьезному бренду, возьмем Toyota, зайти на казахстанский рынок? Что для этого нужно нам, что для этого нужно им? Вы знаете, казахстанские автопроизводители, их немного, но за минувшие 12 лет они завоевали довольно солидный репутационный капитал на арене глобального автопрома. Поэтому доверие к ним, как к партнерам со стороны мировых автоконцернов, оно действительно сложилось. Может быть, это главный актив, который за недолгую историю своей работы отечественный автопром завоевал. Но есть, скажем, такие концерны, которые сегодня пристально следят за нашим развитием? Есть предложения какие-то поделения? Это способствует тому, что на конвейерах отечественных автозаводов появятся новые бренды и будет расширена линейка уже освоенных марок. В частности, до конца этого года практически все модели Lada будут освоены на Усть-Каменогорском конвейере. И более того, косвенно отвечая на ваш вопрос, я должен сказать, что даже автомобили на электрической тяге, электромобили уже пока в пилотном режиме, но тем не менее выпущены и на конвейере Азия Авто в Усть-Каменогорске, собственно, с конвейера которого и сошел первый в истории отечественного автопрома электромобиль. И на Кустанайской площадке, как вы знаете, в июле тоже... Это больше экспериментально, да. Да, но... А вам не кажется, что это все-таки вопросы слишком далекого будущего? Вы знаете, динамика... Ведь для электромобилей, соответственно, нужны и инфраструктура, так скажем, да, определенная? Сегодня ряд инвесторов всерьез рассматривает возможность капиталовложений в сети заправочных станций для транспорта на электрической тяге в Казахстане, в крупнейших городах. Это частные инвесторы, это не государственная инициатива. Именно в силу того, что сейчас, пусть эта цифра небольшая, но она достаточно вдохновляющими темпами растет. В парке, в казахстанском парке сегодня 720 электромобилей. И интерес к этой технике, он действительно растет, я бы сказал, опережающими темпами. Это глобальный тренд, который, так или иначе, в ближайшие годы захлестнет и казахстанский автомобиль. Олег, скажите, пожалуйста, наверняка у вас есть данные, сколько казахстанцев ездят на автомобилях, собранных, произведенных, будем говорить, здесь, у нас, в нашей стране. Сегодня каждый четвертый покупатель нового легкового автомобиля предпочитает отечественную технику. Что нам мешает довести, скажем, эту цифру до 50-70? Ответ прост. Казахстан является полноправным членом ВТО с недавнего времени. Кроме того, Казахстан является членом Евразийского союза и проводит достаточно открытую таможенно-тарифную политику. Если вы сравните с теми таможенными тарифами, которые действуют, ну не буду такие монструозные примеры приводить, как Китай. Но если у вас возникнет идея ввести автомобиль в Узбекистан, Таиланд, Бразилию, то вам придется удвоить стоимость автомобиля. Просто в силу того, что размер таможенной пошлины равен не 30%, как в среднем в Казахстане, а в случае Узбекистана свыше 100%. То есть помимо того, что автомобиль, скажем сам, стоит 50 тысяч условных единиц, грубо говоря, то есть я еще и переплачиваю сверху. Умножайте на 2+. Если мы говорим о Бразилии, это плюс 60%, если мы говорим о Таиланде, это 90%. Никогда таких таможенных тарифов в Казахстане не было. Поэтому рынок Казахстана весьма и весьма открыт. Но это и хорошо, потому что такими жесткими мерами поднимать. Для потребителя хорошо, а с точки зрения темпов развития отрасли, которые из года в год пеняют на то, что она не может преодолеть технологический прорыв от сборки к сварке окраски, то есть тот упрек, который из ваших сегодня уже звучал, от сварки окраски к выпуску автокомпонентов, не совсем хорошо. Вопрос, а не в качестве или дело? Дело не в качестве, а в силу того, что, как уже было сказано, четверть всех потребителей выбирают именно казахстанское. А может быть, если есть еще, скажем, потенциально процентов 15-30, которые готовы были купить автомобиль отечественной сборки, но не могут, потому что боятся, потому что не доверяют качеству. Есть данные относительно автомобилей, которые находятся в так называемом гарантийном поле, число нареканий, рекламаций, обращений, встречных со стороны клиентов в рамках послепродажного обслуживания. Есть статистика брака, выявляемая технологическими партнерами отечественных автозаводов. И эта статистика наглядно демонстрирует тот факт, что на предприятиях меньшего масштаба, таких как казахстанские, как раз процент брака радикально ниже, чем на мегафабриках, которые выпускают миллион и более автомобилей в год. Почему? Потому что здесь меньше людей. С тем, конечно, эффект масштаба, возможность надзора за большим числом выпускаемых автомобилей и более высокая частота надзора за системой качества. Большое спасибо, Олег, за то, что вы нашли время и пришли к нам сегодня в суд. К сожалению, время у нас неумолимо, 15 минут, хотя вопросов у меня еще было много от того, дорого или насколько тяжело назвать, скажем, бренд какой-нибудь Киа или что еще с Тойотой, Тулпаром или Аргамаком. Возможно, тогда продажи бы повысились, но я думаю, что как раз таки эти вопросы послужат хорошим поводом для нашей с вами еще встречи здесь на программе интервью на телеканале Хабар. С удовольствием. Большое спасибо. Я хотел бы напомнить нашим телезрителям о том, что сегодня в студии был председатель правления Союза Казавтопром Олег Алферов.